Всем привет! Рада приветствовать вас! 24 февраля я и моя семья проснулась от выстрелов, от которых содрогались окна. Города обстреливаются, мирные жители погибают, дома разрушаются. У нас война. Субтитры делал DimaTorzok Сегодня 3 марта и я настраиваюсь на то, чтобы уезжать. Я не знаю. Мне очень сложно это решиться. Очень. Но Dima мне говорит, что так будет лучше. И там мне будет легче, если вы будете в безопасности. Здесь остаются все мои родные и близкие. Мой муж. Что будет дальше, я не знаю. Но молюсь, чтобы это все побыстрее закончилось. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня 4 марта 2022 года. Мы сейчас находимся в городе Днепр, Украина. Мы с Максимом уезжаем. Наш папа остается здесь. У нас тоже небезопасно. Конечно же, в Черниговской, Сумской, Харьковской областях там вообще пекло. Но у нас небезопасно в связи с тем, что это все ограничит с нашей областью. Тем более, сегодня прошла новость, что российская армия обстреливала Запорожскую АЭС. Добавительно, конечно, обезопасить членов своей семьи. Сейчас многие покидают город, область и Украину в целом. Значит, у нас изменились планы. Мы не уехали. Я должна была ехать со своей кумой. Мы должны были ехать вдвоем и с детьми. Но получилось так, что нужно было оплатить за то, чтобы сесть в поезд. И мы решили этого не делать и поехали домой. Взятку дать. Это поезд вообще бесплатный. Да, взятку дать. Просто надо было... В размере 100 долларов. В общем, мы вернулись назад. Нам пообещали помочь. Мы сейчас подъехали на перрон. И ждем. Нас должен забрать поезд. В общем, вот. Значит, планируем мы ехать до Львова. До Львова, а дольше туда, где безопасно. За границей. Мы с Максимом едем вдвоем. Конечно, очень страшно. Никто... Из знакомых. Из знакомых, да. Никто не захотел. Но те, кто мог, уже уехали, получается. А те, кто не может... Те боятся ехать. Они просто боятся выезжать. Бросать здесь квартиры. Бросать работу некоторые не могут, которая еще функционирует. Функционирует. Мы с Максимом уже в поезде. Максим отправит приставку. Так что все у нас нормально. Видно вам или нет? Мы в курточке. Но мы тут останавливались на остановке Александрия, да, была у нас? Ну, сказал так. Да, Александрия. Люди начали стучать в окна, в двери. В общем, случилось, что открыли нам вагон. Сейчас там куча людей. Очень страшно. Детки плачут, маленькие. Проходим просто. Мы тут ездим просто в купе. А там сейчас... Короче, а там сейчас... Время прибытия сказали, никто вообще... Там, не знаю, особо было, а не удовольствием. Надо, чтобы... Надо, чтобы... Надо, чтобы... Почтили, чтобы... Почтили, чтобы... Правильно. Так как ей удобно сделать. Миленькая, неудобно. Сделить. Три пятьдесят пять. Мы были... Называется Белая церковь. Мы были в Белой церкви, и там такие люди отчаянные. Начали бить нам по вагону, по стеклам, и выбили у нас стекло. В тамбуре. Сейчас мы едем фастов, и там тоже будет остановка, и уже страшно от этого. Что нас там ждет. Будем надеяться, что тут люди не такие будут. Будем надеяться, что тут люди не такие будут. Видите, ты точилки. Лодочка. Лодочка. Ты точилка? Ты моя точилка. Ой, да. На зрителей, да, смотришь? Она продуманная. Мы на подъезде к Львову. В дороге мы будем более 20 часов. Сейчас идем туда поезд. Они подошли. Они подошли. Это могу ли? Этот. Это его салкирисом такой. У него черемуха. Черемуха. Мы стоим мы, значит, перед Львовом. Дети, дети, плачут. В общем, ничего не меняется. Надеемся, что уже скоро дошли нас вместе. Красивые графики, кстати. Ну, новые графики. Да, новые. Я ехал с собой. Я сказала, нету. Значит, нас привезли люди на машине на границу, на польскую. Надо будет, наверное, идти пешком. Мы не знаем, сколько идти, потому что машины стоят и можно стоять очень долго. Поэтому мы сейчас будем идти вперед, может, на кто-нибудь там, я не знаю, вас с автобусов подберет. Я надеюсь, вам хоть что-то видно. Как-то меня видно. Поэтому как-то так. Идем туда. Вот там, где все красненькие огоньки горят, это все машины. А пришли мы оттуда, но вам тоже не видно. В общем, очень далеко. Идем сейчас. Да, Макс? Макс, ты хоть скажи что-нибудь. Что я по-прежнему. Это нормально? Да. Вот мы дошли. Прикордонная смуга. Я думаю, нам еще чуть-чуть осталось идти. Значит, мы дошли до очереди пешей переправы через границу. В общем, стоим. Очередь километровая. И сзади нас уже куча ригов. Но очередь вроде бы как движется быстро. А там посмотрим, как будет. Я думаю, вам светло. В принципе, должно быть нормально меня видно. Да, Максик? Да. Максик уже устал. Мы так долго шли. Да, сына? Скажи что-нибудь. Я устала. Понятно. Уже два часа ночи. Очередь почти не двигается. Все люди толкаются, все злы, ссорятся. В общем, снимать много не могу, потому что боюсь, что разжидится как. Рассказать о том, что на границу мы приехали в 8 часов. Потом шли пешком, как оказалось, 6 километров. А потом стояли, подходили, стояли в очереди. И чтобы вы понимали, 12 часов принял и пересекли украинскую границу. В общем, это такая жесть. Даже себе представить, вы можете, когда ты ночуешь со своим ребенком стоя на улице, в очереди для того, чтобы пересечь границу. Это просто ужас. Я еле дождалась, чтобы дождаться все-таки пересечь границу, потому что я уже собиралась возвращаться обратно во Львов и ехать на другую. В общем, она нервничалась, устала, безумно. Конечно, мой сын снова был очень такой выдержанный. И я, конечно, восторгнула. Так вот, да. Сейчас мы находимся в Коши. И нам нужно дорогой. На польской границе мы проходили паспортный контроль 4 часа. Поляки встречают очень тепло, дают детям угощения. Все улыбаются, очень приветливые. Все очень организовано. Тебя чуть ли не за руку переводят через границу. На пропускном пункте Краковец нас забрал автобус, который отвез в центр для беженцев. Где я в бюро информационном узнала, как добраться до Кракова. Нас забрали волонтеры на машине и повезли в Краков. Нас должны были везти на ЖД вокзал в Краков. Но нам нужно было в центр Кракова. Там у нас был хостел. Но так как я не знаю английского и польского, приходилось на пальцах объяснять и общаться с этой девушкой-волонтером. И девушка, которая нас везла, согласилась отвезти в центр. Я безумно благодарна полякам за помощь. Мы очень быстро поселились в хостел. Так выглядит наш номер. В нем две кровати, душ, туалет и балкон. Мы сейчас покупаемся, поедим и будем отдыхать. Так как у меня просто все болит. Я думаю, у Максима так же. Да и не сплю я уже вторые сутки. О дальнейших событиях я расскажу вам на второй части. Всем пока.